Итак, понятно немножко, о чем идет речь? Ну, если все понятно, тогда переходим чуть дальше. Попробуем открыть послание к евреям. Седьмой глухой. С 18 стиха. Отменение же прежней заповеди бывает по причине ее немощности и бесполезности. Упс. Отменение прежней заповеди бывает по причине ее немощности и чего? Ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. И как сие было не без клятвы, ибо те были священниками без клятвы. А сей склятвы, потому что о нем сказано, клялся Господь и не раскаялся. Понятно, да? То лучшего завета поручительным соделался Иисус. Восьмая глава. Седьмого стиха. Ибо если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Но пророк Укриала говорит, вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключусь в Домом Израиля, Домом Иуды, Новый Завет. Не такой завет, как я заключил с отцами их в то время, когда я взял их за руку, чтобы вывезти их с земли египетской, потому что они не были в том завете моем. И я пренебрег их, говорит Господь. Вот завет, который я заключил с Домом Израиля, после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в мысли их и напишу их в сердцах их. И буду их Богом, а они будут моим народом. И не будут учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря, познай Господа, потому что все от малого до большого будут знать меня, потому что я буду милостивым к неправдам и грехов их в беззаконе не вспомину более. Говоря, Новый показал ветхость прежнюю, а ветшающие стареющие близко к чему? Интересно, да? Интересно? Итак, что мы можем вынести из этого? Что тот закон, который был, он касался чего? Может, из этих. Он довел что-то до совершенства? Нет. И вводится что? Новая надежда и новый закон. О чем идет речь? О чем идет речь? Старая не работает, работает только. Девятая глава, десятый стих. И которые с явствами, питьями, различными умениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. Смотрите, здесь о чем говорится? Явства, питье, омовения, обряды. Они чего касались? Тело, плоти. И это все было дано до определенного времени, до времени исправления. Теперь давайте зададим себе вопрос. У нас есть целый перечень, который в этом стихе присутствует. Еда, напитки, обряды. И это все касается чего? И они были даны до времени, когда наступит... А исправление чего? Исправление чего? Правила были неправильны? Еще раз. Ну, конечно. Совести приносящего. Совершенными в совести. Исправление должно было наступить где? Где должно было наступить? Еще. Ну, я понимаю, давайте не будем вдаваться в подробности. Здесь только что какое слово было сказано? Совесть. Откуда появилось слово сердце? Есть очень много аспектов и взглядов того, как подразделяется дух, душа и тело. Что относится к телу, что относится к совести, что относится к духу, что относится к душе. Куда, куда, чего относится множество вариантов на тему. Здесь написано. Не сделал совести совершенных приходящими. А он единократным приношением соделал в совести совершенных. Почему мы должны говорить о сердце? Понятно, да? То есть, зачем говорить о том, о чем не написано? Итак. Мы должны были быть исправлены где? А это касалось до чего? И не могло сделать совершенными где? В совести. А он единократным приношением, краплением крови соделал нас совершенными где? В совести. Очистив нас от осознания греха. Это значит, что закон был плох или мы были несовершенны? Разницу чувствую, да? Претензии не к закону, а претензии к нам. И он говорит о том, автор послания к евреям говорит о том, что, извините, ребята, это было дано до времени исправления. Да. Он креплением крови исправил нашу совесть? Да. Значит, все заповеди. Которые касались плоти, они потеряли теперь свой смысл. Все заповеди, которые касались чего? Плоти. Опять появляется новое слово, которое мы не говорили вообще никак. Все плоти. Плоти. Даны были для исправления, но не соделали нас совершенными в совести, и поэтому даны были до времени, пока мы не будем исправлены. Теперь мы исправлены, соответственно, эти заповеди нужны нам? Нет. Они касались плоти. Бога интересует наша плоть или интересует наша совесть? Совесть. Что такое опять? Реформа. Реформация. То есть мы стали новым творением, то есть реформированным творением во Христе Иисусе. Созданным на добрый дом. Итак, есть какие-то базовые понятия теперь? Читаем еще раз. Когда же Петр пришел в Антиохию, то лично противостоял ему, потому что он подвергался нареканию. Итак, вспоминаем нашу картинку. Какую? Мы вспоминаем участников процесса. Итак, когда Петр пришел в Антиохию, кто у нас здесь? У нас есть Петр. У нас есть Павел. У нас есть... И некоторые... Атеякова. Есть картина? Теперь возникает некий конфликт. Что Павел говорит, я лично противостал Петру, потому что он подвергался нареканию. И нареканию подвергался он, когда до прибытия некоторых Атеякова ел вместе с язычниками. А когда же пришли и стал таиться и устраняться, а опасаясь обрезанных. Вообще возникает такая непонятная картина. Мое поведение вдруг меняется. Я веду себя определенным образом до прихода кого-то. Потом мое поведение вдруг меняется. Возникает некий дискомфорт во взаимоотношениях. Он перестает есть. Другими словами мы говорили, разделение пищи это вопрос принятия взаимоотношений. И вдруг его взаимоотношения с верующими в антиохийской церкви начинают меняться. И Павел говорит, послушайте, даже Варнава был увлечен этим занятием. Они каким-то образом вели себя. Приходят вот эти. И эти начинают себя вести по-другому. И Павел говорит, я против их поведения. Я против. Мне нравилось, как они вели себя до прихода. Но после прихода некоторых от Иакова, они меняют свое поведение. И он говорит, послушайте, это что? Лицемерие. Говорит, но когда я увидел, что они непрямо поступают по истине евангельской, он говорит, что есть еще вопрос в изменении поведения, которое касается евангельской истины. Он говорит, часть Евангелия в этом была нарушена. В какой части Евангелия была нарушена? Тогда сказал Петру, при всех, если ты, будучи иудей, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принадлежать жить по-иудейски? Часть Евангелия в каком смысле была нарушена? Четырнадцатый стих, внимательно прочитайте. Он, еще раз, смотрите разницу. Не вопрос, житие по Торе или нет. Когда мы говорим, жизнь по Торе, мы на самом деле ничего не говорим. Размытое, абсолютно размытое понятие. Есть определенный образ жизни, в котором они жили. И когда говорится о том, что Петр стал жить как язычник, говорится о том, что Петр перестал соблюдать Тору? Нет. Заметьте, о чем идет речь. О чем? В чем конфликт? В чем? В чем конфликт? Громче скажите. Кушал, в еде, в еде. Все, с кем кто кушал? Не с кем что кушал, а с кем кто кушал. Не идет речь о том, что Петр вдруг стал жить так, как язычники, стал идолопоклонником, отвергнул всю Тору. Речь об этом вообще не идет. Речь идет о еде. И он говорит, послушайте, до того, как они пришли, ты что делал? Кушал вместе с ними. А если ты кушал вместе с ними, то ты стал вести себя не так, как ведут все евреи. Потому что евреи с язычниками не сообщаются, они с ними не кушают. Говорит, ты стал есть вместе с ними, ты стал таким же, как они. В глазах иудеев. В глазах иудеев ты стал одним из них, потому что ты не соблюдаешь ритуальной чистоты. Сообщаясь с язычниками, ты становишься ритуально нечистым. Едя с ними, ты становишься ритуально нечистым. Если ты становишься ритуально нечистым, то ты такой же, как и все остальные язычники. Ты живешь уже не как живут иудеи. Иудеи хранят что? Ритуальную чистоту. Он говорит, ты перестал хранить ритуальную чистоту. Ты стал одним, как бы из язычников, в глазах иудеев. Когда приходит от Иакова, он говорит, я такой же, как и вы. Я с ними не ем. Я храню так же, как и вы, ритуальную чистоту. Он начинает отстраняться. И Павел его спрашивает, послушай, когда никого не было, ты как жил? Ты жил вместе с ними. Ты общался вместе с ними, ты разделял с ними пищу. И в глазах иудеев ты жил, как язычник. Но, говорит, когда пришел кто-то, ты начинаешь лицемерить, отстраняясь от них. Ты начинаешь лицемерить. Петр, ты, которому Бог открыл, что то, что Бог очистил, то, чтобы ты не почитал нечистым. Бог очистил этих людей. Ты не должен почитать их нечистыми. И когда ты отстраняешься от них, значит, ты почитаешь их какими? А Бог их очистил. И, говорит, тогда ты поступаешь не прямо по истине евангельской. Говорит, я противостал ему. Почему? Потому что ему открыта истинная Евангелие. Ему открыта благая весть для язычников. Бог очистил язычников. Очистил язычников без обрезания. Очистил язычников по милости и благости. Когда Петр пришел в дом Корнилия. И первый, кто получил это откровение, был не Павел. А был Петр. И он начинает смущаться некоторых, пришедших от Якова. И Павел противостоит ему, говоря, послушай, ты поступаешь не прямо по истине евангельской. Принуждая язычников, ну, думаю, что на самом деле верующих из язычников, жить по-иудейски. Дай мне эту штуку. Если мы говорим о том, что Петр, для того, чтобы показать, что он поступает по-юдейски, не сообщается с язычниками, вот, то каким образом он может заставить язычников жить по-юдейски? Окей. Значит, смотрите. Что он начинает делать? Он начинает таиться и устраняться. Он говорит, для того, чтобы вы имели общение со мной, вам что надо сделать? Тогда да. Для того, чтобы вы могли общаться, вам нужно что сделать? Обрезаться. Понятно, о чем идет речь? Я нормально общаюсь. Все хорошо. Но когда кто-то приходит, я начинаю таиться. Если я так не поступал, я вам не расскажу, как я поступал до этого. Он начинает таиться, устраняться, делая вид, что евреи с язычниками не сообщаются. И Павел говорит, подожди, что-то тут не то. Ты же вчера и третьего дня, что делал? Сообщался, кушал, жил вместе с ними. А теперь, ты говоришь, для того, чтобы мы общались, вы должны стать такими же, как и я, иудеями. Значит, ты принуждаешь их, что? К обрезанию. Говорит, это не истина. Истина была тогда. Тогда ты вел себя правильно. Возвращаемся. Но они идти до бывшего со мной, хотя и Эллина не принуждали обрезываться. Это то, о чем мы договорились на Иерусалимском соборе. То, что было принято решение. То, когда я приходил, они не заставляли меня это делать. Они не заставляли Эллина обрезываться. Они принимали его. И ты, придя сюда, нормально принимал верующих антихийской церкви. Ты варнава. У тебя все было нормально. Но с приходом вот этих у тебя начинается изменение поведения. А Эллина говорит, это неправильно. Понятно, да? Это революция. В поведении евреев это революция. Для евреев было нормальное поведение, такое, которое стало, когда пришли некоторые от Якова. Это было стандартное еврейское мышление. Но это стандартное еврейское мышление не помещается в истину Евангелия. Понятно, да? Стандартное еврейское мышление, делай, как я. Была когда-то такая передача немецкая. Делай с нами, делай, как мы, делай лучше нас. Стандартное еврейское мышление. Ты хочешь стать частью нашего народа, приди, обрежься и живы. И так, как живем мы, может жить лучше. Исполняя закон. Если ты не обрежешься по закону Моисея, тогда ты не можешь стать частью нашего общества. Тогда мы с тобой не сообщаемся. Это стандартное поведение. И Богу пришлось дать видение Петру, откровение Корнилию, чтобы он послал. Все должно было сойтись. И Бог должен был в этот момент времени сверхъестественным образом крестить дом Корнилия в Духе Святом, чтобы Петр увидел и осознал то откровение, которое он получил в Иопии на крыше. И когда он пришел, его спросили, ты что сделал? Он объяснял откровение, которое он получил. И что произошло? Он говорил, послушайте, то, что происходило, это суверенное действие Творца. Я ни при чем. Это его суверенные действия, которые от меня не зависели. И кто я такой, чтобы противостать тому, что он делал? Говорит, если он их крестил в Духе Святом точно так же, как и нас, то кто я, чтобы не дать невводного погружения? Если он очистил их, погрузил их в свой Дух, и я свидетель тому, что это произошло, потому что они вели себя точно так же, как мы на шаву от верушевания, то кто я такой, чтобы не преподать им того погружения, которое нам было заповедано преподавать верующим? Говорит, я это сделал. И тогда верующие забрезаны. Что сделали? Успокоились. Но, видно, не все успокоились. Помню. Тогда не было интернета, не было газет, не было радио, не было телевидения. Не все тут же верующие узнали о тех событиях, которые произошли в доме Корниля. Не все тут же узнали рассказ Петра. Новости не так быстро распространялись. Понятно. Сам Петр был в курсе дела? Судя по всему, Варнава был тоже в курсе дела. Павел был в курсе этой истории. Антиохийские верующие были не в курсе вообще еврейских раскладов. Для них это было естественным. И неестественным было изменение поведения Петра и Варнавы, с приходом некоторых от Якова. Я говорю, что происходит? Что-то поменялось. Вот эти ребята чего-то вообще не поняли. А как правильно? Так правильно, как было до этого? Или так правильно, как стало, когда эти пришли? Как правильно вообще? И здесь апостол Шеуль, рэбе Шеуль, посланник Павел, говорит, так, ребята, есть конфликтная ситуация, и это надо разрешить. И как он разрешает ее? Говорит, вы не можете заставить этих жить так, как иудеи. Потому что то, что Бог очистил, то не почитай, нечистил. Вы должны их принимать в том состоянии, в котором их принял Бог. Вы должны их точно так же принимать. Вы не должны заставлять их делать ничего больше, если Бог их принял такими. Если Бог их принял, то и мы, евреи, должны не принуждать их изменять своего поведения, а принимать их в том состоянии, в котором согласился с ними Бог. Понятен конфликт? Вопрос пищи или вопрос принятия? Многие сосредотачиваются на внешней части. И Павел в многих посланиях, как мы смотрели, говорил, послушайте, вопрос не пищи, вопрос принципов. И здесь вопрос тоже не пищи, а вопрос принятия. Вы не можете себя так вести, вы не можете отстраняться от них, потому что Бог их принял, очистил и принял. И он говорит, что наша природа, она иудейская, а не из язычников грешников. Да, мы изначально знали больше, чем знали эти ребята. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, мы уверовали во Христа Иисусу, что нужно, чтобы оправдаться верой во Христа, а не делами закона. Опять, дела закона на самом деле без веры абсолютно бесполезное занятие. Исполняя закон Моисея, людям нужна была вера. Им нужна была вера. Потому что исполнение ритуалов без веры ничем не является по своей сути, кроме ритуала. Прекрасные, хорошие ритуалы. Они остаются ритуалами, ничего не приносящими, если не задействуется вера, участвующих в этих ритуалах. Они ничего не производят в духовном мире, потому что нет единственной важной составляющей веры. Без веры угодить Богу невозможно. Принесите все, что хотите, любые жертвы, по любым предписаниям, но если вы не верите, извините, это Богу не ухождают. Поэтому надо, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть. Здесь понятно, да? Все понятно, да? И Павел говорит, не отвергая дела закона, он говорит о новой вере, которую они узнали. И он говорит, что сами дела закона, они ничего не произвели, а вера производит все. И говорит, теперь мы узнали, что пришла новая вера. Он не говорит, что закон плохой, закон ненужный. Он говорит, что исполнение закона не приводило к совершенству. Он говорит о том, что, послушайте, мы узнаем, что человек оправдывается не делами закона, а только верой во Христа Иисуса. Он говорит, мы узнали, что оправдание не через дела. Они знали, что оправдание не через дела. Они знали, что есть дела, вера, которая давала что-то, но она не давала полного искупления, она не приводила к совершенству приходящих. Они понимали этого, что они нуждаются в ком? В том, кто их искупит. Они нуждаются в искупителе, в избавителе. Это их ожидание. Евреи знали о том, что им дан путь, но они также знали, что должен прийти тот, кто их по-настоящему искупит, выкупит. Они ждали спасителя, они ждали того, кто их спасет. И они понимали о том, что у них есть, несмотря на то, что они богоизбранный народ, отделены от всех остальных народов, поставленный как светильник для всех остальных народов, показывающий путь прихода к Богу, но они нуждаются, несмотря на все это, в спасителе, который должен прийти их спасти и искупить. Он говорит, мы понимаем, что мы ожидали этого. И мы понимаем, что наши ожидания, которые были не пустыми ожиданиями, а пророчествами, которые дал Господь, в основании наших ожиданий лежали пророчества, открытые нам Господом, потому что в свое время мы получим обещанного нам Мессию. Он говорит, мы узнали о том, что мы оправданы через то, что Он для нас сделал. Мы верою приняли дело Его оправдания, искупления и спасения для нашей жизни. Мы об этом узнали, и мы в это уверовали. «Чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдывается никакая плоть». Итак, дела не служат оправданием. И дальше Он говорит, если же, ища оправдание во Христе, мы сами отказались грешниками, неужели Христос и служители греха никак? И дальше Он говорит, если я снова созидаю то, что разрушил, то сам себе делаю преступником. Он говорит, послушайте, если я отвергаю веру и прихожу к делам, то кем я себя делаю? Преступником. Он говорит, я познал, что делами я не оправдываюсь, я оправдываюсь только верой. То могу ли я оставить теперь, зная о том, что оправдание происходит только через веру? Он говорит, был путь, положенный Богом, вера и дела. Но я теперь узнал, что достаточно для моего оправдания веры в то, что Он сделал. Теперь, если я опознал все это, полагаю свое основание в делах, то у меня есть определенные проблемы. Еще раз, только внимательно услышите эту фразу. Речь идет не об отвергании дел. Речь идет о том, что некоторые полагали свое оправдание в делах, отвергая веру. Понятно, да? Да. Были дела, которые были бесполезны без веры. Были дела, которые были и в то время бесполезны без веры. И апостол Шауль говорит о том, что, послушайте, но мы узнали нечто большее. Мы узнали благую весть, что мы оправдываемся вешой мессии нашей верой. Основание оправдания не дела, а вера. И он говорит, послушайте, если мы, узнав это, отвергаем основание оправдания через веру, полагая свое оправдание в делах, то у нас есть огромная проблема. Мы делаем себя преступниками. Через дела мы никогда не сможем оправдаться. Откровение как раз заключается в том, что мы оправдываемся через веру. Речь не идет о самих делах, они остаются в стороне. Речь идет о том, что мы полагаем в основании. Вера бы сделала мертва. Там появляются дела, но они не являются основанием. Пока, он говорит, нам надо разобраться в том, что лежит в основании нашего поведения, в основании нашего оправдания. Он говорит, ребята, давайте разберемся, что лежит в основании, дела или вера. Говорит, нельзя одно и то же положить в основании. У вас их будет два, должно лежать что-то одно. Мы узнали, что человек оправдывается не делами, а только верой. Мы узнали, что человек оправдывается делами плюс верой. Мы не узнали о том, что человек оправдывается верой плюс дела. Мы узнали, что человек оправдывается только верой. Он говорит, послушайте, мы что-то узнали. Мы не из язычников грешники. Мы не из язычников грешники. Но мы узнали нечто, знали мы изначально больше, чем вы, потому что мы не из язычников, значит, мы что-то знали, мы имели закон, который дан был Богу, мы его не придумали, мы его не изобретали, мы его не изменяли, мы получили его как дар от Бога для себя, для народа, которого он ввел в землю обетование, он дал этот закон, чтобы мы обитали на этой земле, приближались к нему, почитали его, и исполнение закона без веры, это было абсолютно абсурдное занятие, но получив все это, несмотря на то, что мы это все имели, мы знали, этого недостаточно, он обещал нам еще Спасителя, который придет и искупит нас. Мы знали о том, что этот закон дал до времени исправление, и наступает это время исправления, наступило оно уже для нас, мы это узнали. Он говорит, мы узнали о том, что мы имеем оправдание только верою во Христа. Нету другого оправдания, только вера. И он говорит, послушайте, мы узнали об этом. И говорит, если я возвращаюсь к делам, отвергая веру, то я становлюсь тем преступником. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога, я распялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу в оплоте, то живу верою в Сына Божия. Он говорит, основание моей жизни, вера во Христа. И говорит, и я живу для Бога, и дела делает он через меня. Какие дела? Делаем праведность. Никаких проблем. Но основание моего спасения, основание моей жизни, это вера. И я, говорит, я умер для закона, закон не имеет больше надо мной власти, потому что я живу верой во Христа, не отвергая благодати Божией. А если с законом оправдание, то Христос напрасно умер. Он говорит, если можно оправдаться законом, то есть делами, то, говорит, зачем же ему приходить? Он задает простые вопросы галатам. И он задает их галатам, объясняя галатам, где их основание. Он говорит, я пришел и дал вам основание, которое лежит только в вере. Я не учил вас убивать, грабить, прелюбодействовать. Не об этом идет речь. Я учил вас о том, что веры в дело Ишуа достаточно для дела вашего спасения. Ничего прибавлять к вере не нужно. Он говорит, но вы, познав этот путь, решили прибавить что-то к тому, что он сделал. То есть вы решили добавить что-то к делу его спасения. Он говорит, ребята, ничего не получится. Основание одно. Либо вера, либо дела. Давайте разберемся, во что мы верим. Мы верим в искупление по делам или мы верим в искупление по вере? Изначально вы поверили в искупление по вере. То зачем вы теперь возвращаетесь к делам и делаете другое основание? Потому что кто-то пришел? Понятно, о чем идет речь? Вопрос не о пищи. Вопрос не об обрезании. Вопрос об основании нашей веры. Разницу чувствуете? Основание нашего поведения. Основание нашей веры. В делах ли мы основываем нашу веру? Или в искупительной жертве Ишуа Мессии? Где это основание? У них было заложено правильное основание. Он говорит, вы перешли теперь к другому основанию, полагаясь на дела. Есть проблема. И он говорит, через что я это увидел? Через ваше поведение. Вопрос касается обрезания, общения, приема пищи и так дальше. Через внешние проявления он увидел изменение их веры. Вопрос не сосредоточен на обрезании или пище. Вопрос сосредоточен на изменении веры. И через поведение видно, что их вера изменилась. И поэтому Павел, в общем-то, и говорит. О несмысленные галаты! Кто пролестил вас не покоряться истине, как бы у вас перед глазами предначен был Иисус Христос, как бы у вас распятый. И я только хочу знать, от вас через дела и закона вы получили духа или через наставление веры. Он говорит, вы мне только это ответьте и все. Окей? Так понятно, да? Ну, если все понятно, перейдем. Субтитры сделал DimaTorzok